Всем привет! С вами снова Ежи Ньюз и обзор главных событий за прошедшую неделю. Новостей в этот раз много, поэтому как обычно, сразу и без раскачки. Поехали! Начнем в этот раз непосредственно с футбола. Локомотив за прошедшую неделю сыграл аж два раза, и если честно, то поводов для оптимизма немножко поубавилось. В домашних встречах с 16-й и 10-й командами чемпионата Локомотив набрал всего два очка. В обеих встречах была зафиксирована ничья. Но смущают даже не осечки в домашних играх. Потери очков у нас случались и раньше. Гораздо больше волнения вызывает форма Локомотива при игре через три дня на четвертый и через два дня на третий. У нас таких матчей предстоит еще три. В этом плотном графике Локомотив посыпался не только в плане результатов, но и чисто физически. Это отметил даже Марко Николич после матча с крыльями Сайета, в котором мы чудом спасли ничью на последних секундах. И знаете, в этом есть даже что-то кармическое. Никто ведь не тянул за язык Василия Кикнадзе, когда он давал интервью Спортэкспрессу. Вообще все интервью было не особо нужно. Локомотив только что одержал две победы и в принципе имел все шансы доползти до второго места. Некоторые совсем не продажные издания даже позволяли себе выходить с заголовками, что Семин в нокдауне, а Николич и Кикнадзе на коне. Но он это интервью дал, а в нем указало, что причиной 11 мышечных бесконтактных травм стало отсутствие мониторинга, перегрузка футболистов, а также то, что тренер доверял не аппаратуре и современной технике, а своему опытному глазу. Свидетельств тому, что у футболистов Локомотива было аж 11 мышечных травм, мне найти не удалось. Если, конечно, Василий Кикнадзе не включил в это число еще представителей молодежного состава и Казанки. А вот за прошедшие две недели таких травм действительно было много. Еще перед матчем с Оренбургом мы лишили Станислава Маккеева с травмой икроножной мышцы. Затем по разным причинам не могли играть Гильерми, Маци Рыбус и Дмитрий Баринов. В матче Сочи, в котором мы никак не могли забить, получил травму и покинул поле Эдер. Добавим к этому таинственно пропавшего со скамейки запасных Михаила Лысова, которого, видимо, опять Семен пустил в квадрат в плохом манеже. И получится уже 6 человек. Как-то, видимо, до сих пор не налажен мониторинг мышечных травм в Локомотиве. Такого вала у нас не было даже осенью. К сожалению, травмы это не единственные проблемы, которые есть у Николича при определении состава. Помните, что в матче с Оренбургом Рифат Джамаледдинов на ровном месте схватил две желтых карточки и был вынужден пропустить игру в Казани. То же самое повторилось и в матче с крыльями Советов. Только на этот раз две желтых карточки схватил Владислав Игнатьев. Оба фола были абсолютно ненужными и очень глупыми, а мы лишились ценного футболиста. В матче с Сочи удалений, к счастью, не было. Но зато Джегош Крыховик на последних минутах зачем-то решил поорать на суде и помахать руками. За что тут же увидел восьмую желтую карточку перед собой. И он уже пропустит матч со Спартаком. В общем, план Кикнадзе по выпуску молодых работает на 100%. Даже если Марко Николич и не хочет выпускать молодых, других футболистов у него просто уже не остается. Вот Тимур Сулейманов выходит вместо травмированного Эдера и едва не приносит нам победу. К сожалению, был зафиксирован микроскопический офсайт. Вот вам Куликов, вот Рыбчинский. А лучшим игроком этого матча, наверное, можно признать Брайана Идоу, который даже попал в символическую сборную тура. Можно ли бороться с таким составом за высокие места? Вопрос, думаю, риторический. Марко Николич вот проявляет первые нотки недовольства. Говорит с такой скамейкой, с зенитом бодраться мы не можем. Вот это сюрприз, Марко. Мы-то и не знали. Игра с крыльями Саятова прошла в формате тики-таки. Мы контролировали мяч какое-то космическое количество времени и до удаления Игнатьева шли даже на рекорд сезона по количеству сделанных передач. До рекорда не дотянули совсем чуть-чуть, но вот конвертировать владение мяча в опасные моменты нам практически не удавалось. Кроме опасного удара Рифата Жамалединова особенно и вспомнить нечего. Активизировались только в последние 15 минут, когда судья уравнял составы, вперед пошел Крыховик и крылья Саятов окончательно вжались в свою вратарскую. Впрочем, даже в эти 15 минут опасность у наших ворот была куда серьезнее, чем у ворот крылья Саятов. И здесь, конечно, нужно снова поблагодарить Алексея Мирончука, который даже в такой ситуации умудряется плечом переправить мяч в ворота. Вот только домашняя ничья на последних секундах – это не совсем то, на что мы рассчитывали с последней командой чемпионата. Хотелось бы все-таки крылья Саятов обыгрывать и делать это более-менее уверенно. В Сочи мы отказались от контроля мяча, и учитывая состав с Идову и Живоглядовым по краям обороны и Куликовым в центре поля, это выглядит вполне обоснованным решением. К сожалению, забить по правилам нам не удалось. Трижды мяч побывал в воротах Джанаева, и все три взятия ворот были отменены. Если не брать эти эпизоды, то самыми опасными ударами можно считать удары Живоглядинова, Идову и Чурлуке после углового. Ключевой эпизод случился на последних секундах встречи. За довольно спорный фолл на Крыхковике Алексей Матюнин поставил пенальти. К точке подошел Алексей Мирончук, который, наверное, решил, что бить сильно и в девятку, как он это сделал в матче с Рубином, не слишком спортивно. Поэтому пробил в нижний правый угол с остановочкой перед ударом. Как он пробивает пенальти таким образом, я вам уже как-то показывал в одном из прошлых выпусков. Впрочем, в этом матче был и положительный момент. У наших ворот футбольный клуб Сочи практически ничего не создал, а это довольно сильный футбольный клуб с хорошим подбором исполнителей и хорошим тренером. Я очень надеюсь, что в матче со Спартаком эта надежность сзади повторится. А уж у своих ворот красно-белые точно пару моментов доорганизуют. После ничья с крыльями Саретов, как из рога изобилия, посыпались трансферные слухи. А уж когда мы потеряли очки с Сочи, напор еще более усилился. Началось все с информации от известного итальянского инсайдера Джанлуки Димарцио, который сказал, что Милан и Локомотив готовят обмен Алексея Мирончука на Диего Лаксальта. Через некоторое время наш англоязычный твиттер ответил, что такой обмен возможен только если Милан доплатит еще 25 миллионов евро. Звучит довольно оптимистично. 25-летний российский игрок за год до окончания контракта столько стоит по определению не может. Да и действующий игрок уругвайской сборной Диего Лаксальт тоже довольно высоко котируется в футбольном мире, при том, что старше Леши всего на пару лет. Левый защитник Локомотиву действительно нужен, но размен Диего Лаксальта на Алексея Мирончука, даже с какой-то доплатой со стороны Милана, выглядит не совсем здравой идеей. Продать Лаксальта не может даже сам Милан, хотя пытается это сделать уже несколько лет. Далее с итальянского фланга пролетели еще два инсайда примерно одного характера. Кажется, мы отказались от идеи приобретения Баделя после того, как узнали то, что он хочет 4,5 миллиона евро в год. Далее появился, а затем практически моментально обрубился слух про Марио Манджукича. Дескать, он разорвал контракт с катерским клубом и готов присоединиться к Локомотиву. Запросы хорватского игрока, который еще в недавнем прошлом играл в финалах Лиги Чемпионов и Чемпионата мира, оказались даже скромнее, чем у Баделя. 8 миллионов за два года. По контракту с катерским клубом Марио Манджукич должен был получить 11 миллионов евро за полтора года, так что нам он еще даже скидочку сделал. Конечно, все это может быть просто слухи, но согласитесь, как же правдоподобно все это выглядит. Что руководство нашего клуба бросается на всякие сверкающие побрякушки, а затем разочарованно отказывается от них, когда узнает то, что кроме привилегии работать с Маркой Николичем придется еще и платить какие-то деньги. Из этой же категории и слух про Шона Вайсмана, израильского нападающего из австрийского клуба Вольсбергер. Парень наколотил едва ли не на золотую бутцу, чем привлек к себе внимание клубов со всей Европы. Чтобы его найти, много ума не надо. Заходите на трансфермаркт, выбираете лучшие бомбардеры, и там он будет примерно между Эрлингом Холландом и Чиро Имобили. Понятное дело, что за таким игроком охотятся клубы покрупнее, чем Локомотив. Недавно президент Вольсбергера заявил то, что предложений по Вайсмана у него море, но сам Шон отказывается от любых предложений не из Британии и не из Бундеслиги. Но как же приятно потом будет Кикнадзе показывать очередному интервьюеру список из 20 фамилий ярких форвардов, которые горели желанием перейти в Локомотив, но мы решили, что и с Джорджевичем справимся. В этой связи мне уже хочется, чтобы Локомотив просто удержал тех футболистов, которые у нас есть сейчас, но и с этим, кажется, есть проблемы. Вот появилась новость о том, что Локомотив вроде как предложил наконец Рыбусю новый контракт. Пускай на год, пускай с понижением условий, но по крайней мере предложил. И тут же Мариуш Пекарский, агент Рыбуси, это все опроверг. Никаких переговоров не идет и где продолжит карьеру Рыбуси неизвестно. Думаю, не сильно ошибусь, если предположу, что Маций уже подписал предварительное соглашение с клубом Истанбул Башак Шехир. Там уже играют Япуриану, Мартин Шкартел, а левого защитника там нету в принципе. Мы же остаемся с Брайаном Идову. Ну а что? Один из лучших футболистов матча с Сочи попал в символическую сборную Тура. Пора бы Марко Никольчуи раскрыть этот талант. Среди этого потока слухов выделяются два. 22-летний Найджел Роберто, нападающий, который сейчас играет в чемпионате Болгарии, и 26-летний уругвайский защитник Гастон Силва, который в данный момент играет за аргентинские индепенденты. И тот, и другой в футбольном плане довольно сомнительны, однако хотя бы как-то вписываются в концепцию купить, развить, продать. Найджел Роберто продукт голландской школы. Сейчас он много забивает залевский и обладает хорошей скоростью. Гастон Силва входит во войну сборной Уругвая и играет на позиции как левого защитника, так и центрального. В общем, такой вполне надежный вариант для замены Маце Рыбуса. Правда, как и в случае с Лаксальтом, практически исключена возможность перепродажи. В свое время от Гастона Силва отказались Гранада и Торино, и обычно это означает крест на европейских амбициях латиноамериканских футболистов. В общем, как понимаете, работа по усилению скамейки для Марка Николича идет полным ходом. Оказывается, и спортивный директор нам не то чтобы не нужен. Просто опять вклинился финансовый вопрос. Деньги испортили мир, никто не хочет работать за идею. Даже экс-главный скаут Ювентуса и экс-спортивный директор Валенции Пабло Лангория. С Василием Кикнадзе встречался, поработать в локомотиве хотел, а договориться не удалось. Мне кажется, мы еще часто будем слышать с вами эту фразу. Вообще, очень символична связь именно с Валенцией. Недавнее участие от Лиги чемпионов стремительным домкратом летит вниз, а его владелец Питер Лим говорит о том, что на результаты плевать, лишь бы молодые воспитанники появлялись. Еще больше бензина в огонь подвела дочка Питера Лима, которая в инстаграме написала, неужели фанаты не понимают, что это наш клуб и мы можем делать с ним все, что захотим. Совсем не удивляет то, что именно в этом клубе мы ищем себе специалистов, ментальные братья практически. Закончить нужно чем-нибудь позитивным. Например, сливом формы Адидаса на следующий сезон. Как вам? Готовы нести деньги? Видите какие-то отличия от того, что сейчас на мне? Я вот не особо. На этом сегодня все. Готовимся к матчу со Спартаком. Это будет определяющий матч концовки сезона. Если выиграем, то я вполне верю, что мы доползем до своего второго Лиги чемпионского места. А вот поражение или ничья, скорее всего, будет означать борьбу только за третье и, может быть, даже не особо успешную. В общем, очень важный и очень сложный матч. Встретимся на стриме и через неделю в очередном Ежи Ньюз. С вас лайки и комментарии, с меня контент. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok